Рабочие пытались объяснить на вырубку старых и явно аварийных деревьев. У них есть все документы. С просьбой избавить дом от опасных растений, которые угрожают и людям, и машинам, управляющую компанию якобы обращались жители ближайшего дома. Если аварийные деревья, для этого, по-моему, у нас есть специалисты, которые ходят и проверяют, и дают команду убрать, обновить, обрезать. Есть службы в городе, за которые получают деньги. Я считаю так. А считать аварийными вдоль всего дома, с одной стороны, так не бывает. В городском озеленении сообщили, аварийными все деревья действительно быть не могут. Есть талоны на вырубку только двух. Эксперты-дендрологи рекомендовали избавиться от них, чтобы не заразить остальные. Пока не стало только одного. Что такое недвижимость и как оформить на нее документы? Чтобы объяснить это, собственникам и нанимателям в подмосковном БТИ устроили день открытых дверей. Консультации абсолютно бесплатные. Мы консультируем жителей и юридических лиц по вопросам, которые касаются рынка недвижимости. Сюда может входить и оценочная деятельность. В частности, сейчас очень актуальная проблема. Кадастровой стоимости объектов недвижимости. Вопрос кадастровой деятельности. Современные лыжи – это торжество технического прогресса. Дерево практически нет. В основном пластик и композитные материалы. Легкие, не ломкие. Можно подобрать с учетом возраста, роста и спортподготовки. Лыжи бывают для конькового хода. У них вот здесь вот есть насечки. И также лыжи бывают для обычного хода. У них насечек, как видно, сзади нет. А еще важно правильно подобрать палки. Размер зависит от стиля бега. Если классика, то по плечо. Коньковые, значит, нужны ростом с лыжника. К лыжам нужно обязательно купить специальную мазь. Без нее они будут плохо скользить по снегу. Как правильно наносить мазь? Мазь наносится такими скользящими движениями по всей поверхности лыжи и натирается либо специальным утюжком, либо просто пробкой-натиркой. А мази подбирать индивидуально под погодные условия. Коньки на прилавках тоже любые. Нужно только определиться, для чего они именно вам – поиграть в хоккей или заняться фигурным катанием. Для фигурного катания у них вот здесь впереди есть насечки, а для хоккея – они обычные коньки. А еще есть коньки, которые растут. Такие покупают детям, чтобы хватило надолго. Нужно только выдвигать ботинок. Такие трансформеры на несколько лет. Купив коньки, проверьте, наточены ли они. Сделать это легко – просто проведите ногтем. Если следа не осталось, значит, тупые нужно наточить. Лучше под так называемый желобок. В ассортименте другие зимние радости. Для катания с гор – санки, ледянки, надувные ватрушки. Можно еще взять снегокат. Было бы кого использовать в качестве тягловой силы. Елка в городском парке больше не сверкает огнями. Вандалы решили, что им гирлянды нужнее. К слову, украсили главный атрибут праздника всего несколько дней назад. Два метра высота подставки для того, чтобы никто не мог ее повредить. И все равно ничего не спасает. У нас в парке будет три ели. Будет семь елей, наряженных на катке. Мы очень просим бережно относиться, потому что люди наши приходят отдыхать сюда. Коммунальщики все, конечно, восстановят, но строить прогнозы надолго ли хватит новых украшений – не берутся. Эта серия ударов стала золотой для Сергея Серегина. Противника из Белоруссии сломить было непросто. Поединок практически все время шел на равных. Было не очень легко. Выше меня был ростом. Пришлось провести два раунда, как и полагается. В конце адреналин такой, и в конце уже было легче, чем в середине, в начале раунда. У пятиклассницы Ники Аландарь уже зеленый пояс позади десятки соревнований. Но эти в Минске оказались для нее самыми большими в карьере и первыми международными. Волновалась я не так сильно, потому что тренер сказала, что я в тебя верю, ты сможешь. Ну и, конечно, я зарядила на победу, и я вышла и победила. Тренер Ольга Рязанцева вообще считает, что настрой в бою важен не меньше, чем физическая подготовка. И вот итог. Для сборной Подмосковья наши спортсмены завоевали целых семь медалей. Спортсмены на этот кубок приезжают как начинающие, так и уже достаточно опытные, имеющие за плечами много званий и чемпион Европы, чемпион мира, заслуженные мастера спорта. Есть на что посмотреть, есть чему поучиться. Сейчас наша сборная готовится к соревнованиям в Серпухове. Правда, там турнир не под хэквондо, а по кикбоксингу. Но подготовка у всех универсальная. Согласно прогнозам, будет пасмурно, небольшой снег, это днем, а вечером возможны дожди. Температура воздуха около нуля градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова